Микс Ньюз. Программа ресторанного гуру Валерии Ивановы. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова. И вновь радуюсь, во-первых, тому, что сегодня первый день лета, во-вторых, тому, что у меня в третий раз реальный гость, а не по видеосвязи. Вот-вот уже наступит день, когда будут сняты очередные ограничения в связи с карантином. Ну и это третий праздничный эфир после выхода в эфир с реальными гостями. Я решила посвятить человеку, с которым я уже несколько месяцев веду переписку. Все у нас, не можем состыковаться, ты на море, я на суше. И вот, наконец-то, моя мечта сбылась. Шеф-повар, совладелец 36-й линии Лаврис Алексеев сегодня у нас в студии. Добрый вечер, Лаврис. Добрый вечер. Спасибо вам большое, что нашли время. Знаю, что вы человек занятой, что очень много всего сейчас происходит, и проектов, и борьбы за весь ресторанный бизнес. Сердце болит. Ну, надеюсь, что мы успеем сегодня охватить, по крайней мере, большую часть того, о чем мне хотелось бы сегодня пообщаться. И я напомню нашим радиослушателям, что, как всегда, номера для связи с нашей студией, если вы захотите задать вопрос Лаврису или нам обоим, 6721-2939, 6721-3939. И если вы захотите написать что-то нам в WhatsApp, 230-6191. Лаврис, как я вам сказала до эфира, я не стала готовить какой-то суперплан на нашу сегодняшнюю беседу, потому что вы действительно мне очень интересны как личность. И я хочу узнать вас и поиграть сегодня с вами в такую, можно сказать, игру. Представим, что я вообще никогда ничего о вас не читала, не была в вашем ресторане, ничего не знаю. Как вы бы сами сегодня себя представили, помимо шеф-повара-совладелец? Что еще такого вы можете выделить за те 29 лет в карьере? Ну, во-первых, наверное, скажу то, что работа на кухне, наверное, можно считать такой, как бы самой серьезной для меня работой, ибо до этого я на самом деле занимался тоже довольно-таки серьезными вещами. Но насколько, конечно, может заниматься юноша до 15 лет, это я учился на хорового дирижера, очень академически, с глаженной рубашкой, с униформой. И что интересно, то это может быть нетипично, наверное, нашим временам, но в первых классах у нас в классе было только парни. И я учился в школе Эмила Дарзиня, и с Раймондом Палсом я тоже был лично знаком. Так что вот это кратцем про меня. Но пойдя в кулинарную школу, это было, конечно, такое, ну, как сказать, ну, не то что афера, но это был 91-й год, и когда очень-очень все менялось, и никто не понимал, что будет, как есть, и так далее, и так далее. Но, да, я туда попал, и мне очень понравилось. И моя первая практика была в ресторане «Ориент» в Юрмале. Сейчас, увы, там нет этого ресторана, но он переехал со всем владельцем и с командой, это называется сейчас ресторан «Юра». И до сих пор поддерживаем контакт. И это было первое место моей практики, где меня начали учить серьезной жизни. Но мне помогало это намного быстрее воспринять, потому что мой этот бэкграунд, который был, за мной тянулся из школы Эмила Дарзиня, это порядок, это пунктуальность, это отношение, вообще ко всему, что ты делаешь. Это мне наверняка помогло быстрее воспринять эту всю информацию и полюбить эту профессию. Какой была кухня в 90-е и начало 2000-е в Латвии? Я думаю, что в 90-е годы, опять же, они делятся, наверное, на две, если даже не на три части. Это был наш Мантуа Юмс, который был от Советского Союза. Но в то же самое время, например, Латвия, и я как юрмалчанин, родившийся в Юрмале, скажу то, что как представитель курортного города и живя эту жизнь, я прекрасно помню многонациональное предложение с точки зрения не только еды, но и интерьеров, например, Узбекистан, ресторан, да, и много-много разных ресторанов было с разными направлениями. Единственное, продукт, сам исходящий продукт, он был очень лимитирован, да, и его практически, ну, можно было, если мы сейчас можем выбрать для ресторанов 10 видов курицы, да, у поставщиков, то тогда была курица, да, тогда свинина, говядина, вот и всё. Да, и что касается этих направлений, ну, скажем так, кавказских направлений, или даже украинских направлений, то повара сами, шефы, старались достать и делать поставки прямо оттуда, договариваться, чтобы этот продукт отличался, эта же самая курица отличалась этим вкусом и приготовлением от других ресторанов. Это приправы. Ну, вот вы выделяете ассортимент, да, право выбирать, сравнивать качество продукта, я не знаю, наверное, даже то, откуда это всё везётся. Какие ещё есть характерные, отличительные черты вот того времени с тем, что есть сейчас, вот рестораны того времени и сейчас, вот что самое главное поменялось, как вам кажется? Когда-то все работали по ГОСТу, когда-то все работали по сборнику рецептур, и такое сильное отличие не должно было чувствоваться, особенно в использовании продуктов и в вкладке продуктов в готовые блюда. Конечно, где-то это отличалось, но рестораны всегда были лучше или не на столь хороши по одному фактору, несколько, скажем так, критерием. Это отличался всегда сервис, да, в каком-то ресторане он был более дружным и лучше, и быстрее, в другом он был не такой хороший, и отличался, конечно, отличался вкус, и если шеф-повар, который, ну, руководил этим производством, действительно проходил своей ложкой по всем соусам, да, то если он это актиптировал, и это было вкусно, то этот ресторан всегда был популярным. Сейчас на данный момент, конечно, мы можем опять там по пятилеткам делать какие-то, скажем так, группы, да, ресторанов, ну, или мест, скажем так, общепита, общественного питания, но понятно, что был момент, когда был беспредел, и никому ни за что ничего не было, и каждый мог делать всё, что он хочет, но на самом деле долгую жизнь живут и проживают те люди, которые, те рестораны, рестораторы или кафе, которые очень прислушиваются к своим гостям, ибо благодаря своим гостям, я уверен, что составляются вот эти меню, потому что гости – это те люди, которые это, во-первых, покупают, акцептируют, гости – это те люди, которые советуют, нужно просто правильно посоветовать, да, и гости – это те люди, которые попутешествовали вокруг мира сто раз больше, чем вы и я. Хорошо, ещё в чём отличается сейчас? Отличается, ну, наверняка доступ продуктов, да, когда-то у нас действительно не было такого широкого ассортимента, да, и тогда наступили 2000-е годы, когда пришли в Латвию, кроме Риатона, да, пришли другие компании, да, которые начали представлять, предлагать продукты, да, и этот ассортимент стал очень широким, и каждый из нас, из руководителей или из поваров, да, для себя что-то отложил, да, и выбрал, и, да, и этим работает. А в чём поменялись сами гости? А мне кажется, что в целом аудитория, много со временем, она тоже стала где-то, наоборот, более требовательна, а где-то её требования они настолько занизились, что уже в целом неважно стены, как мы обсуждали, да, до эфира, в целом неважно, есть ли скатерть на столе, а что было важно в 2000-е, да, если вы вспомните все такие крутые рестораны, там обязательно должны были быть скатерти, много текстиля и так далее, ну, я говорю сейчас про Ригу. Сейчас, чем проще, тем лучше, чем больше это помещение, там, а-ля лофт, или какой-то гараж, тем это притягательнее для аудитории. Вот как вы видите, ведь в 36-ю линию ходят абсолютно разного возраста люди, и того времени, из 90-х, из 2000-х, и абсолютно молодые ребята, вот как вы чувствуете это различие? Есть две разные причины, почему человек идёт в ресторан, да, и под себя тогда мы можем их рассмотреть. Первая причина – это когда гость идёт в ресторан, у него есть какая-то причина, у него есть повод, это что-то отметить, что-то праздновать, праздновать, или это продажа, или покупка, или это одно и другое, или это свадьба, или это день рождения, или это просто встреча с друзьями. Вторая причина – это то, что человек приходит просто съесть одно блюдо в рабочий день, может быть, два блюда, и мне нравится это слово очень – перекусить. Не наедаться, а перекусить. И здесь мы начинаем понимать такие яркие, самые яркие отличия, какие же требования. И, во-первых, если мы говорим сейчас про какое-то событие, то наверняка человек, прилично одевшись, позвав своих гостей, друзей или партнёров, он ожидает или это накрытый стол, или, опять же, там есть разные менталитеты, кому нравится там больше, кому меньше, но он ожидает накрытый стол, он ожидает даже, может быть, двух официантов за столом, чтобы следили за его столом, чтобы предлагали напитки, и всё время несли, всё, и так далее, и так далее. Каждые детали обращают большое внимание. И тогда повара начинают уже тут, ну, как говорится, соревноваться между собой, кто там больше пенку собьёт, и кто там, не знаю, круче какой-то овощ найдёт, и продуктосочетание придумает. Вторая категория людей – это, как правило, одни и те же самые люди, которые ходят в те же самые рестораны ежедневно, которые ни в коем случае не требуют никаких там турбонаддувов, а они требуют просто кусок филе хорошей рыбы, или, не знаю, какой-то хороший стейк или кусок мяса, с очень простым гарниром, да, очень часто даже без соуса, и с салатом из помидоров и огурцов. Вот и всё. И это, на самом деле, одни и те же самые люди. Ну, то есть, вам кажется, что эти категории, они не поменялись с тех времён? Просто они и те, и другие были всегда? Они были всегда просто… Если вот эта вторая категория больше, скажем так, питалась дома, такой же едой домашней, то она себе сейчас могла позволить, не знаю, как сейчас будет, кстати, как тут мир поменяется, она могла себе позволить есть ту же самую еду, домашнюю еду, как готовила бабушка, мама, жена, папа, да, просто в ресторане. Приготовленную очень просто и очень понятно. Не пересоленную, не пережаренную. Всё, как мы любим. Как вы считаете, гость всегда прав? Нет, гость не всегда прав. У гостя есть возможность, конечно, высказать своё мнение. И из 10 случаев высказывание мнения обычно бывает культурными и в виде советов, в виде своего опыта. Да, но 10, конечно, это вылить грязь посередине. Вы готовы защищать свой персонал, если происходит конфликт в зале? Когда приходят люди, требующие, как вы сказали, накрывать, два официанта принеси, да, и характерно иногда бывает, что гости зачастую не ценят этого труда, я не обобщаю, просто есть такие в любом ресторане, неважно, это 36-я линия или ресторан даже менее ценовой категории, да, затратный. Сначала я защищу обязательно свой персонал, но потом я буду разбираться, что же было. Как вы считаете, 36-я линия, кто ваша целевая аудитория? Она меняется чуть-чуть, но я бы сказал, что целевая аудитория, к чему я стремился, и это вообще мы начали как ресторан для местных, потому что он был очень маленький, и потом как-то развиваясь, он стал больше, потому что местные начали приходить с неместными, ну, это свои друзья, свои партнеры и так далее, и было трудно уже в этот маленький, скажем так, MP3 формат сдерживать, тогда просто бы 3-м четверти гостей не хватило бы места, и да, и мне было бы жалко, что им в пятый раз подряд нет места, да, потому мы стали, конечно, чуть-чуть больше, и эта аудитория, она поменялась, конечно, в сезон летний, да, в разгар сезона, когда Латвия, в том числе, и Юрмалу посещало много гостей, не только русских, или там украинцев, или белорусов, но и иностранцев, и тех же самых шведов, финнов, мы стали более-менее интернациональным рестораном, когда иногда возможно, возможно, что, ну, пару местных мы чем-то, может быть, задели, что для них, может быть, не оказалось в тот момент, в ту минуту места с видом на море. Ну, об этом мы поговорим дальше, чуть-чуть позже, но вот перед тем, как мы уйдем на рекламную паузу, у нас Руслан Золотарев, наш звукорежиссер, подскажет, сколько у нас времени до рекламной паузы есть. Да, у нас есть пару минут, я бы хотела поговорить вот до ухода на рекламу про культ 36-й линии, как вам кажется, в чем он? Зачем люди идут в 36-ю линию? Чем 36-я линия стала так вот поразительно популярна? Почему? У меня есть свой ответ, так как я была у вас, да? Я скажу свое мнение. Но как вы считаете? Потому что 36-я, как ее называют в народе, не линия уже, ну, мы в 36-е, в 36-е, это уже стало как именно рицательное, да? Это что-то хорошее, это всегда что-то качественное, с красивым видом. Вы как считаете сами? Ну, 36-я линия наверняка это не результат одной песни или одного произведения прочитанного. Это, ну, процентуально, наверное, не буду сейчас разделять, но это под себя, как говорится, держит несколько вещей. Во-первых, это эмоции, много хороших эмоций, это знания, которых, может быть, не так много было тогда, но не появляется со временем, и этот опыт, да? Это отношение к работникам, к гостям, к самому труду, что мы делаем, и, что немаловажно, к продуктам. Я человек такой, что я люблю пустые мусорники. Они могут быть, может быть, только бумагой наполнены. Я люблю, что все, что мы получаем, по максимуму переработать и использовать в дело. Кто точно не полюбит речество или нет? Кто не полюбит? Люди, может быть, которые много что наслышали, стереотипно для себя что-то представили, и вдруг на улице там был дождь, или они не получили столик с видом на море, или официант пришел, подошел к ним минуту позже. Но может быть. То есть это уже какое-то предвзятое отношение изначально? Ну, это изначально, когда ты уже пришел с дрожжами, там уже ничего не исправят. Я поняла. Ну, я отвечу тоже, наверное, как гость. Я скажу, что когда я тоже много чего слышала, я думала, о, это там будет такой ресторан, где вот это сложные блюда, ты их зачастую не поймешь, даже по меню. Что меня поразило, когда я первый раз пришла, что это абсолютно понятная еда, но она настолько вкусная. Вот красивая, вкусная, понятная еда. И честно, то есть хотелось возвращаться. Я потом, когда первый раз сходила, я думаю, блин, я хочу еще раз вот то-то-то, что я ела. Потому что, ну, здесь именно любовь про еду складывается. Я скажу, почему, потому что мы перед тем, как отдать еду, это можно рассмотреть, опять же, А и Б, мы пробуем то, что мы даем. Это не очень, может быть, по здоровью хорошо, но лучше раз 5-7 попробовать, действительно все добавить, и тогда только отдавать эту порцию или этот соус. Ну, вот как-то так. Тогда мы можем сейчас уходить на рекламную паузу и поговорим подробнее во второй половине передачи «Открытая кухня». Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Еще раз в эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова, и сегодня у меня в гостях шеф-повар и совладелец ресторана «36-я линия» Лаурис Алексеев. Мы сегодня в первой части программы обсудили профессиональный опыт Лауриса, какие-то жизненные моменты, его мнение, позиции, касаемо популярности «36-я линии». Ну, я думаю, что самое время также принять телефонный звонок от наших слушателей. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Я в этом ресторане не была, у меня был приятель. Вот он с удивлением и с радостью рассказывал. Он что-то года 2-3 не был в «36-й линии». Потом он пришел, мало того, что его вспомнили, спросили, почему он так долго не был, так они, оказывается, его и вкусы запомнили. Это очень большой плюс и честь этому ресторану. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. Это потому что мы так часто не меняем персонал. Да. И у них хорошая память, они кушают творог по утрам. Под вашим контролем? Абсолютно. Скажите, во многих ресторанах, по крайней мере, в Москве, когда я работала, у нас был гест-бук для хостеса, для официантов, где были вклеены фотографии с именами, какой стол любит этот человек, чтобы приходящие сотрудники могли сразу же ознакомиться и не дай бог не пропустить этого гостя. У вас есть такое? Гест-бук есть, фотографии нет, я противник фотографий, я стараюсь как-то анонимно это все, ну, очень внутренне этим пользоваться, ибо этот гест-бук может пропасть и там записаны все телефоны, так что он не для всех. Но это память, визуальная память, это память по привычкам питания, это может быть даже память марки машины и так далее. Ну, разное, есть несколько способов, как вспомнить гостя. Вы сказали, что это все потому, что наши сотрудники, официанты работают уже давно. В чем секрет вас, как работодателя, почему коллектив постоянный? Это им надо спросить, почему они так держатся. но у меня есть определенный, скажем так, стержень моих работников, которых я очень уважаю, которые, хочу думать, что они меня уважают, и мы так хорошо сработались, и это не значит, что мы там дружим, не знаю, с семьями и ездим на пикники, но работа есть работа, мы конструктивны, если кому-то что-то есть сказать, это всегда нужно между собой выговорить, и чтобы каких-то ситуаций, в том числе плохих, не было, а хорошие ситуации нужно, кстати, вспоминать. Говоря о лояльности ваших работников, давайте вернемся на несколько месяцев назад, когда произошел этот весь конфликт, ваша команда осталась с вами, она вас поддерживала? Да, моя команда до сих пор с нами, на данный момент, конечно, может быть, я всю команду не могу так утрудить, как мне хотелось бы, да, часть до сих пор ждет этой возможности опять начинать работать, но так как сегодня первый день лета, и скоро, как говорят, отменят, но отменят не все, все-таки дистанция, расстояние будет, и эти помещения, где мы находимся, да, я думаю, что и у всех ресторанов эти помещения не резиновые, да, и число гостей все-таки будет как-то ограничено, да, ну, нахождение гостей в одной, в одном зале, так что, ну, я надеюсь, что скоро это, наверное, закончится. Ну вот, еще раз, да, возвращаемся в ситуацию, которая тогда произошла, мы, у нас сегодня тема совсем не об этом, да, но если резюмировать сейчас, когда уже все спокойно, ну, я надеюсь, по крайней мере, что сейчас уже спокойнее, сейчас уже как-то легче об этом говорить, не так, как это было вот на пике боли, пару месяцев назад, и шока, как для вас, я так понимаю, так и для аудитории, это одинаково, все переживали, да, можете ли вы резюмировать и сказать, почему так произошло? О, ну, так, в одном предложении, наверное, сложно сказать, почему так произошло, но это такое комплицированный, скажем так, комплицированный, скажем так, лист бумаги, на котором очень много всяких вещей начало проявляться, и где мы сами, может быть, на это не обращая внимания, мы поняли, что есть и дырки в законах, и, ну, что-то не, до конца не написано, и, и кто-то на это все, ну, посмотрел, как он хотел, и, и, использовал против вас, если кто-то хочет прийти с лопатой и покопать, ну, и попробовать, как глубоко я что-то вкопал, то он может, лопата там есть, и все вкопано в пределах правил, так что. Какие выводы сделали из этой ситуации? Я очень много выводов делал, но, ну, может быть, это меня побережет от чего-то другого. Все, что не делается, то к лучшему? Ну, я бы так не сказал, но то, что наверняка мы прошли и закалились, это точно. Я умею быстро переезжать. Да, мы заметили. за два дня. Это было действительно очень оперативно. Как вам сейчас на новом месте? Мы работаем, мы до сих пор должны привыкнуть к новому месту. Мне, может быть, чуть-чуть смущает, что гости сидят на другом уровне, где находится кухня, и поэтому все-таки надо бегать, но это лестница. Я всегда был таким большим противником использования лифтов для поднятия еды, ибо вся декорация, все падает, все это, потому что, когда лифт включается, он дребезжит чуть-чуть, да, и мне вот это просто не очень. Ну, насколько я знаю, официантам тоже, они не всегда слышат, там же звонок идет, когда кухня отдает, он поднимается наверх или наоборот, опускается вниз, там говорят, а мне проще спуститься или подняться посмотреть. И иногда не специально официанты могут взять чужие порции, потому что есть так, что может быть два одинаковых заказа, да, и два разных официанта, да, ну, так что так. Как вам пришла идея в условиях карантина вот открыть киоск, фуд-киоск на автостоянке? Ну, я думаю, что каждый шеф об этом мечтал хотя бы раз в жизни, сделать что-то такое, не только насмотревшихся фильмов, но большая часть из нас все-таки путешествовали где-то по миру и наверняка не питались в Мишелинах, конечно, в Мишелинах тоже иногда нужно сходить, чтобы посмотреть, что происходит в мире, но это уличная еда, она как бы такая культовая еда, культовая тема, которая можно развить, и это не обязательно должен быть готовый из пачки купленный соус, да, соус можно сами сделать. И как Вы оцениваете свои дальнейшие перспективы в плане вот киоска, это была временная акция, или он будет там всегда теперь? Ну, насчет всегда я так громко сейчас не буду говорить, но он будет до такого времени, пока он там сможет быть, но я не исключаю то, что таких киосков может быть несколько в стратегических местах, но у меня есть свои очень такие субъективные критерии к этим местам, так что если что-то появится, Вы наверняка это все увидите, услышите. Сколько блюд можно попробовать в рамках стритфуд вот этого погончика? Порядки 15 точно. И все готовится на месте? Я просто там не была, то есть только слышала о том, что очень вкусный круассан, если я не ошибаюсь, там, да? Все готовится на месте, кроме десертов, которые мы привозим из места, где мы их делаем, да, и да, остальное, суп варится там, так что каждый день три супа, это классно, они меняются, но, конечно, топ сейлс это бургер, бургер, из настоящего мяса. Да, максимально всем понятное тоже, опять же, блюдо, которое достаточно удобно взять с собой и едят и дети, и взрослые. Мы даже соус барбекю сами варим, так что, ну, это и картошку фри сами делаем. Окей, если мы берем вот всю эту историю с карантином, да, то есть есть что-то и хорошее, возможно, или, подождите, вот давайте обязательно этот момент уточним, история с киоском и карантин, это связанные вещи, или вы вынашивали эту идею долго и просто так совпало. Так совпало. Так совпало. Так совпало, ибо киоск я думал активизировать, но чуть-чуть в ином разрезе, как бы, но так что карантин наступил, и я понял, что на стоянке все-таки этот киоск на колесах стоит, да, и он до сих пор там стоит, и как-то совпало, да. Какие еще выводы вы сделали, например, из карантина, это что-то поменяло в целом в ресторанный бизнес, вас, команда, потому что если мы говорим про специалистов из HR-сферы, да, моих коллег, все радуются и говорят, боже, наконец-то этот момент наступил, когда наконец-то, повторяюсь, выбирает не работник, а работодатель, потому что раньше те же официанты в Риге, они могли ходить, ходить в один ресторан на Антониас, потом перейти дорогу в другой, здесь ставка повыше, здесь там коллектив нравится больше, здесь там чаевые, то все, сейчас очень много освободилось рабочих мест, и сейчас может выбирать и шеф-повар, и директор ресторана из огромного, огромного количества, то есть произошла вот эта смена ролей, сейчас много освободилось доступных работников, рабочие места еще так быстро как бы не создаются, но пока, которые сейчас доступны, то, конечно, есть, есть, конечно, выбор, выборы, но тут хороший, плохой работник, это опять же такое, может быть, неправильное сравнение, нет там очень хороших или плохих работников, есть просто работники, которые могут войти в коллектив и работать, и понимать друг друга с полуслова, есть работники, которые, если он мне не годится, это не значит, что он другим не годится, или наоборот, если он другим годит, это еще не значит, что он, да, мне там будет годиться, или как-то так, если он мне годится, да, то не значит, что он в другое место уйдет, ему там понравится, и там всё будет в полной гармонии, да, или наоборот. Вот так. Но я бы сказал с точки зрения, если мы сейчас клеим этот карантин и всегда везде прилепляем его, это слово, то мне очень хочется думать, и я думаю, что так и есть, что сам потребитель начинает меняться и начинает понимать то, что на самом деле иногда мало – это много. Это по заказам, да, это, конечно, есть покупная способность, которая наверняка поменялась сейчас, но это не значит ещё, что человек не может себе позволить, но он просто… Эта вся ситуация мировая, она поставила не только нас как работников, но как и потребителей, да, в ситуации, что мы три раза подумаем, нужно нам идти там в Flying Tiger и покупать что-то пластмассовое или не надо. Да, мы просто начинаем уже, ну как бы больше уделять внимание тому, что нам надо, а что нам не надо. И людям больше и больше не надо будет всяких лишних вещей. Такая смена приоритетов получается. Да, абсолютно, и то же самое, я думаю, что будет отражаться на меню разных ресторанов, я бы сказал, всех ресторанов, да, и это предложение, оно должно сузиться, оно должно сузиться, и, ну, конечно, идя параллельно с потребителем, да, чтобы он это тоже, конечно же, одобрил, но, да, было 6 разных мяс, будет 4, да, в меню. Или у кого были 4, останутся 2. Ну, ничего, но эти мясо будет менять этот продукт, может быть, раз в неделю, и человек голодным, ну, точно не уйдет. Так это будет? Сколько ресторанов закроется, как вам кажется, процентуально? Ой, я не знаю. Не закроется, скажем так, ну, из-за другой, я бы сказал, сколько откроется. Сейчас большой очень чаллендж в Старой Риге, где очень громко звучат кастрюли по пустым улицам. Я как раз хотела спросить про Катур Ревелуция тоже, да. Это не потому, что какие-то рестораны хорошие или плохие, там кто-то вкусно, невкусно, но потому что пока нет этого потока, ибо эти рестораны были созданы, создавались для иностранных гостей, для гостей города, для гостей всего государства, да, и там, конечно, какие-то изменения будут. Я не могу сказать, кто конкретно и как, но зная своих друзей, которые живут и ночуют там в ресторанах и сами работают, это всё-таки ручной труд, да. Конечно. Я им желаю, не знаю, самой выдержки, терпения и возможности как можно пораньше и побыстрее вернуться к хотя бы какому-то обороту, чтобы появился этот денежный поток, да, чтобы они смогли расплатиться с долгами, да, к поставщикам, в том числе и к работникам, да, которые были наверняка перед карантином, ибо этот карантин нас, конечно, удивил так одним махом. А какое количество ресторанов участвует вот в этом котлу революции? Ой, очень много. У нас есть латвийский ресторан «Биадриба», где, ой, нас там очень много, у меня там чат просто разрывается, я могу прочитать одну двадцать пятую часть от всего, кто что пишет. Но мы солидарны, мы солидарны, мы хотим обратить внимание не только на сниженое НДС, и, кстати, многие, может быть, люди, которые слушают нас со стороны, они думают, ну что же опять эти люди хотят, да, не нужно это рассматривать как будто это только рестораны в этом участвуют, это школьные столовые, это больничное питание, да, это, не знаю, это офисное питание, это просто столовые, просто кафе, которые хотят, чтобы эта налоговая утружденность была, ну, меньше просто, да. И мы никогда, кстати, не спрашивали снизить налог на алкоголь. Я, например, лично очень субъективно скажу, запросто берите, поднимайте этот акциз на алкоголь или на сигареты, или на что-то другое, да, но на продукт питания, который сделан и обработан руками, не машиной, да, это не открытый соус сейчас, взял, вылил, подогрел и отдал, да, этот налог должен был бы быть ниже, потому что это делает человек, а не машина, ну, как-то так. Ну, вот я помню месяцев 9 назад как раз первый эфир программы «Открытая кухня» был посвящен именно налогу, да, на добавочную стоимость, вот эти 21% уменьшать до 12%, есть ли какие-то подвижки в этом деле? А, и подвижек там сильно нет, это уже как политики как бы между собой договорятся. Понятно, что нужно находить средства и для медицины, нужно находить средства для образования, да, и это Катлу Револуция, она на самом деле под себя тоже наш девиз, что мы и за работников медицины стучим, и за, да, за работников образования. И тут такой момент, если нет помощи государству, конечно, сейчас рассматриваются разные там варианты, как помочь, там, кредиты, там, без процентов и так далее, ну, очень не хочется брать кредит за то, что как бы не наша совсем, ну, вина, что это пандемия там была и этот кризис весь, но кредит всегда будет кредит, его надо будет всегда подавать рано или поздно. Да, все так. И, ну, я не знаю, ну, помощь, я думаю, что будет помощь от государства, она должна быть, ибо какие-то, все там говорят, что у нас много денег, там, 4 миллиарда и так далее, я точно не финансист, но это 4 миллиарда, ну, как-то, наверное, надо будет распределять. Ну, в общем, я так понимаю, вопрос тут остается действительно открытым. Давайте поговорим тогда, у нас остается там пару минут, про коллаборацию с Виктором Равдивой. Что это будет, что за бургер батл, что-что-что-что это такое, или это пока тайна? Или вы можете хотя бы чуть-чуть приоткрыть нам эту запись? Ну, я вам скажу, я точно, что вам не скажу. Да. Я вам не скажу дату и не скажу место. Хорошо. Что касается про бургер батл, то Виктор мой очень-очень хороший, скажем так, коллега, друг, и да, он человек, который развивал свой бизнес, может быть, начинал чуть-чуть позже, чем мы начинали, но с очень большой энергией и с очень большими, в хорошем смысле слова, амбициями на развивание, да, и он человек, который наверняка может, я думаю, что у него какая-то зарядка стоит где-то на части тела, я не знаю, в каком части, в какой части тела он ещё заряжает батарейки для других. И он человек, который креативно думает и мыслит, и с ним встретясь, да, встречаясь, мы поняли, что мы должны это всё сделать как ББ, как бургер батл и ЛВ, Лаурис Викторс, и сделать бургер батл в нейтральном месте, в нейтральном месте, сразу скажу. Не хочется к чему-то очень сильно привязываться, но место должно быть таким, где люди могут нас посетить. И я только могу подсказать, что каждый из нас, мы хотим делать просто три бургера. И они должны нашим почерком отличаться. А нужно будет как-то посетителю выбирать или угадывать, чей он был? Нет, нет, посетитель просто будет подходить к нему и ко мне. И я за то, чтобы все попробовали бы всё. То есть это действительно такая коллаборация, и это не батл получается? Нет, это коллаборация, и это сотрудничество. У каждого у нас с ним будет свой кассовый аппарат, не будет общего кассового аппарата. И мы не будем наверняка соревноваться и мериться весом котлеты. Да. Ну что ж, остаётся только ждать. Надеюсь, что это случится в скором времени, можно будет попробовать. что-то новое, действительно интересная идея. Очень-очень я рада, что сегодня вы пришли к нам в студию, Лаурис. И как всегда я жалею, что так быстро пролетает время. Я много говорю, да. Нет, мало времени, поверьте. Мало времени я после каждого эфира это повторяю. Я могу вам пожелать лишь, чтобы ваша команда оставалась вашей, чтобы ваш гость был вам также предан, и вы создавали эту атмосферу, за которой хочется возвращаться, и сервисы, и еда, и вот та атмосфера, действительно, совокупность. Чтобы никакие палки в колёсах, которые вам вставляют, не мешали вам создавать то, что любят люди, чтобы вы были гордостью нашей страны в этом плане, в кулинарном. Успехов вам, пусть всё получится. Спасибо вам. Спасибо большое. И я очень хочу сказать большое спасибо своему коллективу и своим гостям, ибо мой коллектив без наших гостей, он не был бы таким. И наши гости, особенно в трудный период, такой непонятный период, который нас поддерживали, и были с нами, и ходили к нам, то спасибо им тоже. Спасибо. Спасибо. Лаурис Алексеев, Валерия Иванова и наш режиссёр, звукорежиссёр Родион Золотарёв. Открытая кухня. До встречи в следующий понедельник. Спасибо.